Сегодня свой профессиональный праздник отмечают авиадиспетчеры. На этих специалистов возложена огромная ответственность, и к их мастерству предъявляются самые высокие требования. Какими знаниями должны обладать представители этой профессии, и как тюменские авиадиспетчеры разводят в небе корабли, увидела Александра Сосновская. Живые локаторы океана. Дельфины ориентируются в пространстве, улавливая отражение сигнала от объекта. По такому принципу работают и все воздушные гавани мира, в том числе и тюменская. Радиолокаторы – это глаза авиадиспетчера. У меня Тобольский локатор, у меня Тюменский локатор. Вот идет он, Ямал-148, и вот с этой точки, в зеленом секторе, управлять буду я. Виктор Тарасов 30 лет разводит в небе корабли. С ним еще 14 человек в смене. Их зона контроля – юг Тюменской области. Граница чуть выше Ханты-Мансийска. В среднем за сутки этот центр обслуживает около тысячи самолетов и вертолетов. Летом эта цифра достигает полутора тысяч. И каждого командира воздушного судна диспетчер должен гостеприимно поприветствовать и проводить. ФРС-103, Тарасов 30, Урал-Контроль, 127. Всего доброго, удачи. Шанхай, Амстердам, Абудаби, Лос-Анджелес, Пекин, Москва. Одновременно на разных эшелонах над нашей территорией может проходить 30 бортов. Найти с ними общий язык не так-то просто. Непон-Кагу, 5017, ты имеешь контроль? И европейцы, конечно, разговаривают на английском языке идеально. А азиаты, японцы, китайцы, их приходится, бывает, переспрашиваешь, когда что-то непонятно. Требования к английскому не ниже четвертого уровня по шкале ИКАО. Хороших знаний и специального образования в этой работе недостаточно. Надо уметь чувствовать и действовать интуитивно правильно. Прогнозировать ситуацию и на будущее, в воздухе и вообще, как будет происходить все это. Ну и, конечно же, стрессоустойчивость какая-то, нужно тоже в себе воспитывать. Железные нервы командиров движения здесь проверяют на прочность регулярно. Инструкторы разыгрывают трагедии по ролям. Криков о помощи подопечные иногда не выдерживают, даже на тренировках. Начинаются ошибки или ступор. Начинается вопрос, а что я должен делать и как я должен действовать. То есть пытаемся разъяснить ситуацию, наставить на путь истинный. Он, что называется, всегда между двух огней, между пилотами непосредственно, воздушным судном и другими службами, которые тоже завязаны на обеспечении полетов. Но у нас существуют нормативные документы, различные приказы. И вообще деятельность диспетчера строго регламентирована. За этими маленькими точками на экране скрываются сотни человеческих жизней. Небесные контролеры не любят тишину. И всегда ждут, что на их вопрос в эфире обязательно придет ответ. Александра Сосковская, Артем Суфанов. Тюменское время.